Раз, два, три... Фокс, иди в жопу отсюда! Привет, я Макс. Если ты впервые на моём канале, то кратко объясню, что тут вообще происходит. НДБ, или же Надо Делать Бизнес, это проект, в котором я, обычный школьник с базовыми знаниями про ПК, имея изначально только 3000 рублей в кармане, пытаюсь заработать денег на сборки и перепродажи компьютеров. Моя цель проста, до конца этого года я должен заработать 80-100 тысяч рублей и собрать себе новый мощный компьютер прямо из магазина. Осталось заработать нам не так много, но расслабляться всё равно рано, так что не будем тянуть, поехали! Итак, как вы помните, в прошлой серии мы купили неработающий компьютер за 2000 рублей, привели его в чувство, устранив небольшое короткое замыкание, и немного добавили ему привлекательности тем, что переставили в новый корпус. В планах у меня было продать его 1000 за 10, и, как ни странно, мои планы осуществились. В кармане у нас теперь 58 260 рублей, и сегодня у нас будет достаточно необычный выпуск. Всё потому, что этот компьютер я не покупал. Он вообще не мой. Сейчас расскажу, что и как. Недавно ко мне обратился подписчик с просьбой проапгрейдить его ПК, то есть вот, у него есть компьютер, 20 тысяч рублей, и он просто хочет, чтобы комп стал мощнее. И вы резонно спросите, а в чём тут моя выгода? Дарить людям какие-то железки, а порой и целые компьютеры я люблю, но позволить себе этого в рамках проекта, к сожалению, не могу. На самом деле, тут всё очень просто. Все комплектующие, которые останутся после апгрейда, как он сказал, я могу оставить себе, и тут уже всё становится в разы интереснее. То есть, я прокачиваю компьютер подписчика за его же деньги, делаю всё по красоте, без наценок и тому подобного, а комплектующие, которые остались, я продаю, и это и будет моим заработком. Звучит, как по мне, неплохо, и давайте для начала разберём этот ПК и конкретно посмотрим, с чем нам предстоит работать. Для начала взглянем на видеокарту, я уже по внешнему виду примерно догадываюсь, что это такое, но всё же лучше уточнить. Да, всё верно, это GTX 1060 на 3 гига от компании Полит. Году в 2018-м сам на такой сидел, так что я её узнаю из тысячи. Вполне хорошая карта, даже сейчас на ней можно без проблем запустить большинство игр, и при этом не на самых минимальных настройках графики. Плюс, опять же, по словам подписчика, с видеокартой у него никаких проблем не было, артефактов и тому подобного на ней не наблюдается, так что при бюджете на апгрейд в 20 тысяч рублей менять её я вообще смысла не вижу. Да и по факту, с ценами на сентябрь 2021 года, максимум на что мы можем её поменять, это 1050 Ti. Ну, то есть вы понимаете. По характеристикам тут, как я уже сказал, 3 гига GDDR5 видеопамяти, шина 192 бит, жрёт она 120 ватт и требует один шестипиновый коннектор питания. Вроде всё. Сам компьютер построен на базе AMD, судя по модели материнской платы, и давайте сразу глянем, что за чудо-процессор тут стоит. Для этого снимем кулер и... снимаем его вместе с процессом. Что ж, я почти не удивлён, на старых AMD-шных платформах такие приколы это не редкость, а вот что меня напрягло больше всего, так это термопаста. Ну, во-первых, она намертво приклеила процессор к охлаждению, и мне пришлось неплохо постараться, чтобы его оттуда отодрать. А во-вторых, по консистенции она похожа на жвачку, плюс ещё и цвет у неё какой-то голубоватый. Короче, слово термопаста здесь вызывает большие сомнения, и я, если честно, такое вижу впервые. Кое-как отдираю её от кулера с процессором, и вижу, что тут у нас установлен FX8300. Легендарный камень, 8 ядер, 8 потоков с частотой 3,3 ГГц. Сам процессор хороший, к нему никаких претензий, но, чтобы он работал на все 100%, ему обязательно нужен разгон памяти, снижение таймингов, повышение частоты, 3 вольтажа, и буквально единицы захотят с этим разбираться и как-то заморачиваться. Компьютер я собираю не себе, так что всё должно из коробки работать максимально стабильно, а при разгоне я этого, конечно же, пообещать не могу. Короче, процессор я абсолютно точно буду менять. Материнская плата тут самая простая, это ASRock 760GM HDV на AM3 Plus сокете, и ничего особенного в ней нет от слова совсем. Даже USB 3.0 порты ASRock почему-то зажали. Опере стоит одна планка на 8 ГГц, само собой типа DDR3, от какой-то KingJapa. Первый раз, если честно, слышу об этой компании, но одно я знаю точно. 8 ГГц сейчас, как ни крути, мало для хорошей сборки, поэтому нам в любом случае придётся ставить сюда 16. Далее блок питания, это VX Plus на 550 Вт, и да, это далеко не лучший выбор. Его я тоже изначально хотел менять, но потом подумал, а зачем? Наша сборка так или иначе не нагрузит его больше, чем наполовину, так что, думаю, он проживёт долгую и счастливую жизнь, особо не напрягаясь в этом компьютере. Плюс к тому, по словам подписчика, этот VX стоит в компе уже больше года, соответственно, заводского брака там нет, и переживать не стоит. Кратко пробежимся по накопителям, тут у нас один SSD-диск от Radeon на 120 гигов, и обостренный, в прямом смысле этого слова, жёсткий ещё на 500. Его нам в будущем предстоит оттереть от... грязи? Что это? Я не знаю. Корпус, и тут я даже говорить ничего не хочу. Просто, наверное, сразу после съёмки вынесу его на помойку. Так, перед тем, как думать, что нам с этим всем делать, предлагаю заценить, на что этот компьютер способен в своём, вот, исходном состоянии, до того, как я буду что-либо в нём менять. Для начала запустим метро-исход, например, на средних настройках графики, и картина удручающая. 20-30 кадров в секунду, с далеко не самым идеальным графиком фреймтайма, короче, такое себе. Процессор нагружен где-то на 80%, а видеокарта примерно на 50%. Ну, зато все температуры в норме. Охлаждение у процессора, как ни крути, супер. К нему вопросов точно нет. Контра, тут уже всё веселее. На минималках от 80 до 120 фпс мы получаем. Процессор вообще на расслабоне, на чиле, нагрет как воздух в тёплый летний денёк, видеокарта также особо не утруждается. В кс побегать можно, но всё же иногда проскакивают не очень приятные статтеры. Это портит общее впечатление от игры. PUBG порадовал, на ультрах более 1000 кадров в секунду, но всё равно играть не особо приятно, потому что всё, что мы видим, это, блин, чёрный экран. Не знаю почему, но PUBG тут вообще наотрез отказывался запускаться, что бы я не делал. GTA 5, тут стандартные настройки графики, и игра рисует нам 40-60 фпс, и это первый компьютер, на котором я вижу настолько плохой график фрейма в этой игре. Обычно GTA 5 показывает отличные результаты на любом компьютере, но тут почему-то всё далеко не так хорошо. Ладно, под конец давайте посмотрим, что нам покажет батла 5, и тут опять же ничего хорошего. На любых настройках графики мы получаем не более 30-40 кадров в секунду, а про график фреймтайма я вообще молчу. Так, блин, всё, что я понял из тестов, это две вещи. Первое. Компьютер в таком состоянии, в котором он сейчас не тащит вообще ничего серьёзнее кс-ки. И второе. Нам тут нужно срочно менять платформу, потому что, насколько я понял, главная проблема именно в ней. Но перед этим минутка полезной рекламы. Если ты не хочешь связываться с Авито, и вообще планируешь взять какой-нибудь хороший ноут вместо компа, то могу дать совет. Присмотрись к Asus ROG Strix G15 Advantage Edition. Даже по внешнему виду можно понять, что штука перед тобой не самая простая, и их характеристики это подтверждают. На борту здесь установлен восьмиядерный AMD Ryzen 9 5900, 16 гигов оперативной памяти, и AMD Radeon RX 6800M на 12 гигов GDDR6 в той видеопамяти. Всё это в паре с 300 герцовым экраном с тонкими рамками дарит действительно классные эмоции как в играх, так и в создании контента. И мне очень-очень жаль, что камера не передаёт те ощущения, которые испытываю я, сидя за этим ноутом. В то же время, система охлаждения процессора и графики с использованием жидкого металла и испарительной камеры не даёт ноуту перегреваться во время работы. Само собой, тут есть все новые технологии графики Radeon, такие как Smart Shift для оптимизации производительности под различные виды нагрузок, Smart Access Memory для повышения FPS в играх, AMD Infinity Cache для увеличения пропускной способности видеопамяти, и само собой Ray Tracing. Ещё одна интересная особенность, существуют две версии этого ноута, с экраном Full HD на 300 Гц и экраном VQHD на 165 Гц. Выбирай, какой больше нравится. Да, этот аппарат не из дешёвых, и стоит он около 170 тысяч рублей, но прошу заметить, что связка из того же процессора и той же видеокарты, как в этом ноуте, на данный момент отдельно стоит более 180 тысяч, так что это вполне неплохой вариант за свои деньги. И ссылку на него я, конечно же, оставлю в описании. Так вот, давайте посмотрим на тех задания, которые мне прислали вместе с компьютером. Всё ясно. Итак, сейчас будет небольшой анбоксинг того, что я купил на эти 20 тысяч. Давайте обо всём по порядку. Материнская плата здесь будет стоять от гигабайт, модели H410M S2V2 на сокете 12.00. Взял её только потому, что она самая дешёвая среди своих аналогов на H410 чипсете. Эээ, вернее, она на H470 чипсете, о чём даже указано на официальном сайте. Почему тогда в названии H410? Без понятия. Ещё одна главная загадка человечества. В качестве процессора сюда я взял Intel Core i3-10100F. Данный камень, думаю, никому не нуждается в представлении, это почти полный аналог топового i7-7700. Тут также 4 ядра, 8 потоков и частота в турбобусте 4.3 ГГц. Этот проц я уже брал в одно из своих видео, и мне очень понравилось, как он себя показал в играх и просто в работе, так что я решил не экспериментировать и снова взял его. Новый он мне обошёлся всего в 7 тысяч рублей, и, как мне кажется, это просто отличная цена за такой камушек. Давайте, кстати, сразу начнём собирать все новые комплектующие воедино, чтобы потом на это не отвлекаться. Оперативки сюда я, как и хотел, взял 16 гигов, само собой двумя планками по 8 от компании Crucial, с частотой 2666 МГц. Купил её за 4 тысячи, но уже не новую, а с Avita. И причём мне ещё пришлось поторговаться, чтобы получить такую цену. На всякий случай скажу, что новым такой комплект обошёлся бы мне в 6 с половиной тысяч рублей, а так я неплохо сэкономил. Далее, само собой, нам придётся чем-то охлаждать наш процессор, и тут нам поможет башня от ID Cooling. Она небольшая, имеет две тепловые трубки, 90-миллиметровый вентилятор и стоит всего 900 рублей. Для охлаждения нашего процессора её должно хватить вообще без проблем. Взял именно её, потому что она по цветам подходит к материнской плате. Ну, серьёзно, больше причин нет. Итак, у нас осталось примерно 3 тысячи рублей, и последний пункт в нашем техническом задании – это красота. Что ж, с ней у меня никогда особых проблем не было, и я просто беру сюда корпус Z-Rare MS4. Его вы опять же можете помнить по сборке ПК на розыгрыш, который я собирал прошлой осенью. В тот раз он очень мне понравился, и я подумал, почему бы его снова не взять. Он маленький, формата мини-ATX, прямо под нашу материнскую плату, белый, даже изнутри. Собран хорошо и имеет боковое стекло на петлях, что не может не радовать. Обошёлся он мне в 3200 рублей, и по итогу мы на 360 рублей вышли за данный нам бюджет в 20 тысяч. Но в этом нет ничего страшного, зато подписчик получит действительно красивую машину, которую не стыдно будет поставить на стол. А ещё я с авито за 200 рублей взял какой-то белый вентилятор, просто чтобы у нашего компьютера была хоть какая-то продуваемость. Что ж, как мы помним, платформа у нас уже собрана, так что пришло время ставить это всё в корпус. Тут ничего особенного, закидываем материнку, блок питания, видеокарту, накопители, и соединяем всё, что соединяется. Также, раз уж у нас получается такой красивый компьютер, то грех не сделать ему подсветку. К тому же у меня ещё с весны валяется светодиодная лента, которую мы покупали для одного из проектов. К счастью, тут не придётся ничего колхозить, ведь на материнке уже есть разъём для подключения RGB-ленты. И всё, что нам осталось, это просто приклеить её. По итогу компьютер собран и выглядит теперь вот так. Далее я его подключаю и первым делом немного снижаю тайминги оперативки в биосе, и также, само собой, ставлю винду. Давайте, кстати, заценим, за какое время компьютер грузит систему, и от нажатия кнопки включения до рабочего стола у нас 14 секунд, что очень даже хорошо. Ещё одна классная особенность, управлять цветом и яркостью подсветки мы теперь можем прямо из системы, с помощью утилиты от материнской платы. Это круто. Ладно, наверняка вам не терпится посмотреть на результаты в играх, и давайте для начала также запустим метро исход на средней графике. И да, я был прав. Теперь видеокарта у нас загружена на все 100%, а FPS стабильно держится в районе 80-100. График фреймтайма тоже радует. Само собой, играть так гораздо приятнее, чем раньше. Далее PUBG. Тут он запустился, что уже не может не радовать. Все настройки поставил на очень низкое, кроме графики, она на ультрах. И игра рисует нам около 100-140 кадров в секунду, и это, опять же, отличный результат. График фреймтайма приятный, и я немного в шоке от температур. Видеокарта у нас нагрета меньше, чем на 70 градусов, при условии, что она нагружена на полную, процессор максимум на 50 градусов, и при этом компьютер почти не слышно. Жужжит только жёсткий диск, но с этим я уже ничего не могу поделать. В итоге, играть очень приятно. GTA 5, высокие настройки графики, и мы уже получаем 90-100 фпс. Помните, что я говорил про график фреймов GTA 5? Так вот, именно так он должен выглядеть в этой игре. Ровный и без статтеров. Видеокарта также нагружена на все 100%, а процессор максимум на половину. Все температуры в норме, играть можно без проблем. Теперь CSGO, и тут игра рисует нам примерно в 3 раза больше фпс, чем до апгрейда. Было около 100 фпс, а теперь под 300 мы получаем спокойно, и это всё на той же низкой графике. Никаких фризов и тому подобного не наблюдается, и игра тут идёт в целом отлично. Ну и под конец опять батла пятая. Помните, как она раньше шла на этом компьютере? Так вот, теперь на высокой графике мы получаем 60-70 фпс стабильно, с идеальным графиком фреймтайма. Здесь процессор нагружен уже посерьёзнее, чем в предыдущих играх, но температура его всё равно не превышает отметку в 55 градусов. Играть одно удовольствие. Итак, по традиции, после тестов подводим итог. Всё, что от меня требовалось, я успешно сделал. А именно, компьютер стал в разы мощнее, в чём мы с вами только что убедились. Компьютер также стал гораздо более красивым, и мы почти уложились в 20 тысяч рублей. Потратили примерно рублей на 500 больше, но это моя прихоть, я просто хотел сделать компьютер максимально красивым, и эти деньги, соответственно, я спешу из нашего общего бюджета. В любом случае, я вообще не жалею, что их потратил. И теперь давайте разберёмся, что мне досталось за сегодняшнюю работу. Это процессор AMD FX8300, средняя цена на Авито 4000 рублей, материнка под него, цена около 3000, 8 гигов оперативки одной планкой, средняя цена примерно 1200, и охлаждение для процессора, посчитаем его как 500 рублей. По итогу, за эту серию мы мало того, что помогли кому-то из вас, мы ещё и заработали примерно 10 тысяч. А что дальше делать с этими комплектующими, я предлагаю вам написать в комментариях. Либо я просто всё это продам по отдельности, либо на базе этого мы с вами соберём компьютер и уже продадим его в сборе. Тут я даю полную свободу выбора вам. Если ты хочешь, чтобы я также в рамках этого проекта прокачал твой компьютер, то пиши в личку моей группы ВК, ссылка в описании. А за всеми новостями ты можешь следить, подписавшись на мой инстаграм, ссылка также на экране и в описании. Спасибо тебе большое, что досмотрел это видео до конца, и я буду очень благодарен, если ты поставишь лайк, подпишешься и напишешь свои мысли в комментах. Это мне поможет в развитии канала. Пришло время прощаться, ещё раз всем спасибо и до скорых встреч. Ещё увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова